Добрый вечер. Вот наконец-то мы и добрались до проблем страхования, страхового рынка и подводных течений, которые регулярно выплескиваются на нас событиями информационных лент. У меня сегодня в гостях президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Пару слов. А автострахователи это кто и что за ассоциация по защите их прав? Автострахователи это те люди, которые покупают полисы ОСАГО и КАСКО, а мы, собственно, защищаем их права. То есть нас. Простых смертных. Тех самых людей, которых многократно обманули. Первый раз, когда рассказывали о том, что ОСАГО это элемент социальной защиты, а не налог. И второй раз, когда вдруг КАСКО тоже приобрело нечеловеческий оскал империализма. Вот новости как раз вчерашнего дня касаются наших будущих проблем по ОСАГО, а сегодняшний день начался с того, что РБК огласило подводные течения, вырвавшиеся, связанные с КАСКО. Абсолютно верно. Я, честно говоря, не уверен, что все эти новости будут реализованы, что все журналисты опираются на какой-то реальный документ, потому что ряд противоречий мы видим. Вкратце, пару слов для тех, кто вдруг сегодня с утра не читал почему-то РБК. Я понимаю, что всесоюзная газета, но все-таки. Верховный суд в пленуме постановил, что наличие, отсутствие, вернее, ключей, то есть когда человек забывает документы и ключи в машине, не является поводом для отказа. И, собственно, практика именно формируется так сейчас. То есть страховщиков заставляют платить. В том числе страховщиков заставляют платить в том случае, если водитель не был вписан в поле сказка. Это может показаться странным, но это именно так. То есть страховщиков обязуют сначала заплатить, а уже потом взыскивать с виновника. И сейчас так, собственно говоря, и происходит. В какой-то веке грянули элементы справедливости. Ну, это достаточно спорно. То есть, действительно, страхование КАСКО — это добровольный вид страхования. И, на мой взгляд, ряд каких-то вещей, которые действительно прописаны в полисе. И, скажем, если поднять этот момент с выключенной сигнализацией. Если страховщик, действительно, опираясь на наличие сигнализации, рассчитывает тариф, то, если страхователь не воспользовался этой страховкой, то он нарушил правила страхования. Сигнализацией. Сигнализацией, да. А он с какой стати признался в том, что он ей не воспользовался? Угнали машину. Ну, вот ее и угнали. Например, с ключами. А если ключи были в замке зажигания, то сигнализация, скорее всего, уже была отключена. Поэтому... Ну, вот я здесь при чем? Ко мне подошли пятеро страшных. Я испугался, у меня памперс переполнился. И на моем шикарном Лексусе они уехали в небытие. Денег дайте. Да, но если мы говорим о таком случае, то, безусловно, даже и страховщик отказывать не будет. Потому что здесь разбойное нападение, на вас напали. А вот если вы ушли от автомобиля, допустим, на бензоколонке, оставив его заведенной, не поставили на сигнализацию, автомобиль был угнан, то здесь страховая компания может посчитать, что угон произошел по вашей вине, то есть по халатности. И, исходя из логики, они будут правы, исходя из того, что вы заключили добровольный договор страхования, который, при расчете стоимости которого, страховая компания опиралась на то, что вы будете пользоваться сигнализацией, а вы и не воспользовались. Ну, здесь еще есть аспект моего интеллектуального уровня. Я, может быть, заработал 8 миллионов на машину, но тупо как пробка, поэтому пока до меня дошло, что я, оказывается, совершил вот эти все действия, забыл в замке зажигания на бензоколонке ключи и пошел платить, а машина у меня была даже заведена вопреки правилам, на бензоколонке она должна быть заглушена. Из этого следует, что я, конечно, придурковат, но я для того и страховался, чтобы в случае чего мои 8 миллионов ко мне вернулись. Здесь, собственно, исходя из этой логики, страховая компания должна доказать то, что именно по вашей вине произошел угон. То есть это происходило неоднократно, вы постоянно забывали документы в машине, злоумышленники знали об этом, и именно поэтому произошло вот это преступление. Не получится доказать. Ну, тогда, значит, страховую компанию обяжут вам выплатить. По крайней мере, так сейчас формируется практика. А вот новость сегодняшнего дня, как раз по поводу того, что если с ключами уехала, то? Это предложение ВСС, есть пленум Верховного суда, тем не менее. А ВСС, вот это неизвестное мне, по крайней мере, до сегодняшнего утра, Всероссийский союз страховщиков, вот эта организация ВСС, это банный лист на какой части тела? Я не могу сказать, что делает ВСС, то есть в отличие от того же самого РСА, который отвечает у нас, допустим, за тех осмотры, которая создала единую базу по ОСАГО, АИС РСА, которая имеет компенсационный фонд, который отвечает в тех случаях, когда страховые компании объявляются банкротом. То есть это достаточно большая цифра, порядка 4 миллиардов выплаченных компенсаций. То ВСС, честно говоря, я не знаю, какие они делают дела и чем они полезны, но мне кажется, что ВСС стоило обратить внимание на проблемы мошенничества и по аналогии с РСАА создать единую базу по убыткам КАСКО, что, во-первых, могло бы помочь страховым компаниям бороться с мошенниками, это раз, во-вторых, мотивировать водителей более аккуратно ездить, потому что страховые компании более эффективно могли бы применять бонус-малус, так же и в КАСКО, как и в ОСАГО. Это было бы очень полезно для всех. Ну, учитывая, что многие, как и я, о ВССе узнали только сегодня, то мое пожелание не копить базу, а аннулировать ВСС. Потому что достаточно одной частной конторы РСА. РСА — это не государственный орган, это группа лиц, грубо говоря, аналог оператива «Озеро». А РСА — это профессиональное объединение страховщиков. Это нечто среднее между профсоюзом и кооперативом. Который лоббирует интересы страховых компаний, безусловно. Да, но если посмотреть параметры государственной регистрации, это просто группа инициативных ребят, внезапно оказавшиеся на мешке с большими деньгами. Ну, тем не менее, они что-то делают вместе с тем. Ну, кооператив «Озеро» в нашей стране тоже кое-что делает. Ну, по крайней мере, тот мешок с деньгами, который есть у РСА, они раздают тем, кто попал в беду с компанией, которая обанкротилась. Иногда, да. Такие случаи отмечены. Да. Хорошо. Предположим, что вот эта коллизия, она на самом деле не требует серьезного обсуждения, потому что мало кому известный и не очень значимый ВСС ляпнул какие-то свои предложения, которые ушли куда-то наверх и, возможно, будут удостоены некого обсуждения. Они касаются тех, кто обременил себя удовольствием по КАСКО. А ОСАГО, имеющая неотвратимое, к сожалению, давление на нас, это более серьезная проблема. Переходим к ОСАГО. Так вот, что у нас здесь таится? Ведь есть же попытка единой методики оценки ущерба, вокруг которой, наконец-то, пока ломаются только копии, а потом, мы понимаем, будут еще и черепа. Здесь абсолютно курьезный момент у нас. Естественно, что единая методика, она вообще, по большому счету, давно назрела. Проблема ее отсутствия. Десять лет назад у нас Минтранс должен был ее создать. У нас появилось несколько документов, регламентирующих методик, документов, по которым могли эксперты считать. Но у нас ситуация была таковой, что один эксперт мог посчитать, один и тот же эксперт мог посчитать две суммы для страховой компании и для клиента. И обе суммы были как бы корректны. В результате у нас возникает огромное количество споров в судах. Страховые компании строят свои стратегии на том, что занижают страховые выплаты. Юристы пытаются на этом заработать посредством получения штрафов по действию закона о защите прав потребителей. За это им большое спасибо. За это им большое спасибо, потому что, действительно, страховые компании были дисциплинированы достаточно этой мерой, хотя им это не нравится. И страховые компании, в том числе и РСА, требовали отмену распространения действия закона о защите прав потребителей. Я бы здесь от себя заметил распространение любых законов на деятельность страховых компаний. Да, и в том числе, естественно, главным злом страховое сообщество объявило переуступку права требования, то есть возможность страхователей передать право требования юристам, которые дальше идут в суд и взыскивают по полной программе. Профессионалам. То есть заступничество профессионалов их очень сильно раздражает. Очень смущает, раздражает, да, и это главное зло, по их мнению. Соответственно, у РСА не было другого выхода, как предложить разработать единую методику самостоятельно. Тем более, что им пошло на пользу то, что Минтранс этого 10 лет уже не делает. Мы изначально, конечно, категорически были против, потому что это парадоксально, да, когда профессиональное объединение страховщиков сами для себя же разрабатывают методику. Но после того, как экспертный совет был объявлен, полностью открытым объявили, нас пригласили туда и других людей, которые этим интересуются, профессионалов, экспертов, страховые компании, представителей дилеров. И, в общем-то, пока мы обсуждали вопрос по методике, как считать, каким образом, все было хорошо. Но вот когда мы дошли до момента, исходить из каких цен на запчасти и норму часы, вот здесь появились абсолютно беспрецедентные предложения от РСА. Здесь началось самое интересное, поскольку запахло уже не теорией, а практикой, а практика почему-то для них всегда убыточна, потому что страховая компания, любой рубль, отданный нам, считает своим убытком. И когда они говорят, страховые компании, о том, что у нас очень убыточный бизнес, который на самом деле не бизнес, раз, и 77% они обязаны нам отдавать, и только после этого начинать рыдать, так вот это их прямая обязанность, убыток, который на самом деле является выплатой, осуществлять нашу пользу. И именно это их очень сильно огорчает, поскольку хочется быть владельцем лавки, в которую все принесли, и никто ничего не забрал. В первую очередь деньги. После новостей будем уже говорить подробнее. У меня в гостях Максим Ханжин, президент Ассоциации по защите прав автострахователей, то есть нас с вами. И мы говорим о единой методике оценки ущерба по ОСАГО. Вчера как раз была интересная битва по этому поводу. Что за стороны принимали участие в бою? Ну, естественно, стороны какие в профессиональное сообщество страховщиков, то есть ОСАГО, и общественная организация, представители дилеров, эксперты от Минюст, которые есть в экспертном совете. Что же мы вчера услышали, какие предложения. ОСАГО нам предлагает исходить из стоимости, то есть считать износ, не всегда от оригинальных деталей, а в том числе и от неоригинальных. Причем интересный способ определения... Неоригинальных, поставленных на машину или имеющих, что называется, ценность на рынке? Оригинал — это те детали, которые идут на машине новой. Это фирменные. Это фирменные. А неоригинальные? Неоригинальные детали — это которые могут быть поставлены на эту машину, но, предположим, они не имеют значка или они произведены в другой стране. То есть неоригинал, он тоже бывает разный. На момент ДТП они поставлены или они, что называется, есть на рынке и к ним прицениваются? Вот здесь вот самый интересный момент. То, что мы предполагаем, то, что априори каждая машина, вне зависимости от возраста, износ должен рассчитываться от оригинальных деталей, потому что она с конвейера сошла оригинальная. А РСА предлагает по-другому немножко. Посмотреть рынок по региону и посмотреть, какие детали пользуются большим спросом на рынке. Если 80% автолюбителей покупают неоригинал по этой модели, то и стоит считать от неоригинальных деталей. Вот такая вот логика нам предлагается. Если в этой деревне все пьют паленую водку бабы мани, то брать это за норму, и отсюда уже высчитывать, например, сильно ли человек отравился или не сильно, и надо ли его после этого лечить? Абсолютно верно, но это еще не все. Норма часы они предлагают считать не от средней рыночной стоимости, а от стоимости, которая указана в среднем в договоре страхования между страховой компанией и сервисами, которые работают со страховой компанией. То есть между собой, о котором они договорились у нас за спиной. Абсолютно верно. Оптовые цены, по которым мы с вами отремонтировать автомобиль, вероятнее всего, не сможем. Никогда, потому что если мы у официального дилера вдруг попали на норма час, то это норма час такой, что без валидола его выслушать очень тяжело. Ну, его тяжело выслушать, тем не менее, тоже здесь из крайности в крайности впадать не хочется. Есть какие-то средние значения. А почему средние значения? Если у официального дилера данного бренда норма час, например, 5000 рублей. Среднее значение при чем здесь, когда оно 5000? Ну, я имею в виду что? То, что есть ряд официальных дилеров, у них должна быть какая-то усредненная цена. Так же, как по деталям, есть цена, рекомендованная производителем. Должна быть, но есть не всегда. И у некоторых дилерских сетей разброс по ценам существует, а у некоторых жесткий диктат определяет четко совершенно, по чем норма час. Да. И ты никуда не денешься. И здесь неприменимо понятие среднее. Что значит среднее, когда она как дамокла в меч тебе по башке? Ну, тут вопрос в чем? В том, что если мы исходим из логики РСА, получается то, что нынешняя ситуация, которая складывается после того, как если будет согласовано то, что предлагает РСА, естественно, что у нас... Согласовано в смысле утверждено. Утверждено в ЦБ, да. Вот их предложения сейчас пройдут все экспертные советы, и будет утверждено ЦБ. А ЦБ, кстати, поставила четкий срок июль. Не знаю, куда торопиться, потому что, на мой взгляд, нужно проблемы решить, а не торопиться. И вот то, что предлагается сейчас, проблему никак не решит. Потому что то, что сейчас предлагается, это мы всего лишь узаконим те занижения, которые были последний год. То есть если до этого мы, по крайней мере, могли пойти в суд, то сейчас после этого мы и в суд пойти не сможем. Потому что есть норма, которая является законодательной. Да, вот мы решили считать не по оригиналу, а по неоригиналу. А почему? А вот у нас так рынок сформировался в России. И вот у нас тут 70% неоригинальных деталей, поэтому мы и износ будем считать от неоригинальных деталей. Я не пойму, в чем здесь логика. Кстати, есть еще один маленький чисто юридический нюанс, какие детали считать оригинальными или нет. Потому что, например, BMW в арбитражном суде в 2008 году доказала, что на территории нашей страны оригинальных запчастей не существует у бренда BMW. Их вообще не существует, просто как факт. И они специально избежали всех вариантов регистрации. И когда где-то через таможню кто-то провозит какое-то количество запчастей, на которых пусть даже стоит логотип BMW, то эта партия перехватывается, уничтожается. Потому что BMW, как правообладатель, в нашей стране заявила, что это всегда контрафакт. И у нас завод автоторка ленинградский собирает контрафактные машины из 100% контрафактных деталей. И вот, например, в случае с брендом BMW, который в суде арбитражным доказал, что все контрафакт и оригинала не существует. Как быть? Тут RCA может повезти. Они будут ссылаться на это и будут считать оригинальных деталей, получается. Получается, что для RCA великолепно, поскольку тариф-то ноль. В принципе нет деталей на BMW. Никаких. Меня, как собственника BMW, это очень серьезно настораживает, Сергей, если честно. Ну, давайте на примере. Вот мы взяли одного клиента, который к нам обратился с проблемой. У него гарантийная Шкода Октавия, в которой повреждена одна дверь. Он получил от страховой компании компенсацию 12 тысяч рублей. Это было прошлым летом. Он приехал в сервис, заказал независимую экспертизу. Она с учетом износа посчитала ему 43 рубля. 43 тысячи или 43? 43 тысячи, прошу прощения. С учетом износа. Соответственно, дилер выставил ему ценник 46 тысяч рублей цены ремонта. Он посчитал, что ему нужно будет доплатить разницу в 3 тысячи рублей. Для того, чтобы получить качественный дилерский ремонт по его гарантийному автомобилю. Если мы будем считать по тому, что нам сейчас предлагает RCA, я специально узнал, какие у них договоры. Норма часа в среднем 500-600 рублей. Такого не бывает. А у страховой компании, которая договорилась с сервисом, конечно, бывает. А у нас нет. А у нас нет. Ну так вот, исходя из логики, которую нам предлагают, неоригинальные детали, 500 рублей норма час, то у нас сумма, которую получит, сумма будет приблизительно такая же, те же самые 12 тысяч рублей. Но только мы не сможем ничего предъявить к страховой компании. То есть сейчас мы можем оспорить эти 12 тысяч, а потом? Да, сейчас все делается элементарно. Даже можно и без экспертизы. Мы можем просто приехать к дилеру, заказать ремонт и предъявить фактические расходы в суде. Суд взыскивает фактические расходы вообще без всяких вопросов. Со страховой компанией? Конечно. Или с причинителя ущерба? Со страховой компанией сейчас. Дальше мы будем иметь ситуацию, что нам либо нужно будет к причинителю ущерба обращаться, со страховой компанией мы уже ничего взыскать не сможем. То есть, грубо говоря, новые правила толкают нас в серый рынок. Мы будем опять, люди будут уходить от ремонта фудилера, люди будут уходить в гаражи к дяде Васе, потому что тех денег, которые им платят, не будет хватать. Если сейчас, да, действительно у нас процентное соотношение не в пользу оригинальных деталей, но чем это обусловлено? Если автомобиль, ему 4 или 5 лет, то естественная экономическая реакция клиента, исходя из износа, который есть, который его просто приводит, износ его приводит от неоригинальных деталей, от оригинальных деталей, прошу прощения, к неоригинальным, то, извините, если мы будем сразу считать это неоригинал, куда нас приведет тогда этот износ? — Почему РСА стремится посчитать нас всегда лаптежниками в фуфайках? Почему нет возможности в восприятии этих людей нам подняться до уровня потребителей оригинальных деталей? Вот исходя из чего они нас заталкивают в это убожество? — Тут прежде всего важен момент безопасности. Мы с вами прекрасно понимаем, что автомобиль — это даже не велосипед, это источник повышенной опасности. И действительно качественный ремонт может предоставить пусть даже не всякий дилер. У нас очень мало профессионалов. И чем будут ниже опускать цены страховые компании вот такими своими мерами, тем меньше будет профессионалов оставаться, в том числе и у дилеров, потому что есть какой-то определенный предел цены. Если давить таким образом, как сейчас давят дилеров, то у нас скоро не останется профессионалов в этой отрасли. Вот поэтому здесь, конечно, нужно серьезно задуматься. Я не понимаю, откуда они вообще взяли такую модель. Почему нам не посмотреть на Германию, допустим, которой правовая система очень схожа с нашей? Там немножко по-другому. Там начнем с того, что, допустим, и износа-то вообще нет. Конечно, там ОСАГО стоит дороже. Но там нет износа. Там ОСАГО стоит не дороже. Там ОСАГО стоит эквивалентно уровню заработка. Вот когда немец будет получать 8 евро в месяц, вот тогда можно будет сказать, что у них ОСАГО стоит дорого. А когда немец получает от 600 евро и выше, тогда ОСАГО вполне эквивалентно. В общем, к сожалению, то, что предлагает РСА, это, на мой взгляд, не шаг вперед, а два шага назад. Ну, это же умышленные два шага назад. Умышленные два шага назад, но, к сожалению, мне кажется, страховщики сами не понимают, что эта дорога, нам нужно совершенствовать институт страхования, нам нужно повышать доверие у населения к страховым компаниям. Нам это кому? Всем участникам этого рынка. И страховым компаниям, и автолюбителям. Погодите, страховые компании, многие из них были созданы специально 10 лет тому назад, на самом деле 12 лет тому назад под рынок ОСАГО, под оказание одной единственной услуги. ОСАГО имеет по факту налоговую суть. ОСАГО — это игра в одни ворота. Деньги отобравь и не давать ничего. Почему здесь эти компании, задача которых только забрать деньги и не отдавать ни копейки, должны стремиться к каким-то хотя бы просто правилам приличия? Это с какой стати? Они не для этого созданы. Ну, в большинстве с вами все-таки это коммерческие организации, и я считаю, что не все компании одинаковые. Действительно, есть компании, которые стремятся... Сценарий схожий. Компании-то разные. Сценарий схожий, но тем не менее, есть страховые компании, которые пытаются меняться, пытаются предлагать что-то, например, натуральную форму возмещения в том же самом ОСАГО. И сказать, что уж прям совсем нет никаких позитивных изменений, я не могу. Действительно, что-то у нас меняется, что-то улучшается. Например, прямое регулирование, когда человек может пойти в СССР. Да где оно? Где оно прямое регулирование? Ну, оно, тем не менее, как-то начало работать у нас в стране прямое регулирование. Два человека пошли этим путем, я знаю, да, я про них газетах читал. Еще Европротокол сюда же, который тоже блистательно работает, прямо как Европа чувствуется. Европротокол — это отдельная тема, но будем надеяться, что предложение Максима Лексутова, которое, как я знаю, было использовать городские камеры, которые есть департаменты транспорта, для того, чтобы онлайн страховые компании могли подтверждать и регистрировать ДТП без вызова ГАИ. Я не знаю, чем закончился этот разговор, но я знаю, что переговоры такие идут между УРСА и департаментом. И, возможно, это как-то Европротоколу поможет, это, ну, по крайней мере, разгрузит немножечко. В одном отдельно взятом городе. Перев на новости. Максим Ханжин, президент Ассоциации по защите прав автострахователей, под впечатлениями от вчерашнего обсуждения единой методики оценки ущерба по ОСАН. Что там было, как ты спасся каждый лес и приставал? Ну, в общем, когда мы услышали эти предложения о том, что норма часа у нас, это договорная цена между страховщиком и сервисом. Высцена из пальца. Да, а износ будет определяться непонятно, когда от оригинала, когда нет оригинала. Мы, это общественная организация, какие-то эксперты, были удивлены и, в общем-то, не согласились с этим. Нам дали время до завтрашнего дня. Завтра в 10 часов мы должны прислать свои замечания. И в следующую среду будет еще один экспертный совет. И на этом экспертном совете все будет рассматриваться. Поэтому подождем. Мы свои замечания к завтрашнему дню все отправим. И в среду будем биться. А модератором на всей этой тусовке в РСА выступает? Конечно. То есть они сами себе заказали, они на вас обкатали, поняли, что вам не нравится и... Да, в общем, по большому счету до вчерашнего, до последнего экспертного совета все происходило достаточно лояльно. И действительно экспертный совет открыт. Но вот просто сейчас какая-то появилась спешка, да, и нас торопит. По-моему, времени до завтрашнего дня не так много. Тем более, если мы говорим про ключевой вопрос, такой как цены. Это нас немножко смущает, но мы подготовимся к следующей среде. И дальше опять будет некое заседание, которое тоже может быть закончится ничем. А время лета наступает, и летом будет так или иначе какой-то закон. Неважно. Учли ваши пожелания, вашу точку зрения, или не учли? Вот именно. Но тут вопрос такой, то что если оставить все в том виде, который предлагает сейчас РСА, на мой взгляд, это не решит проблему. Потому что количество недовольных не уменьшится. Ну, так не получится, что вот взяли, узаконили занижение, и все будут довольны. Но так же не бывает. Но не стоит же вопрос всех удовлетворить. Стоит же вопрос финансовых потоков, кому сколько денег. Это очевидно. То есть вы тихо и спокойно вели свои разговоры ровно до тех пор, пока не начали делить главное. Абсолютно. Как только речь дошла до денег, выяснилось, что на самом деле замечаний реально много. Быстренько-быстренько началась спешка, и дальше это может закончиться ничем. Это уйдет в ЦБ. В ЦБ этим вопросом занимается Жук. Жук — это фамилия в данном случае. Жук, он человек толковый, поскольку полжизни отдал страховой компании согласие, и в прошлом он бывший военный. Это как раз роль личности в истории. А дальше одно из двух. Он либо говорит да, либо говорит нет. И после этого вся страна живет по новым правилам. — Ну, к Жуку я испытываю большое уважение. При нем страховая компания согласия была замечательной. Именно при нем и была замечательной. Ну, я не думаю, что все зависит от него, к сожалению. Вот поэтому поживем-увидим. Но пока ожидаем среды. Дальше посмотрим. — Понятно. А какие, в принципе, еще за последнее время произошли на страховом поприще изменения, связанные с нашей судьбой автомобилистов? — В январе у нас вступили в силу изменения о ведении страхового дела. По этим изменениям страховые компании могут указывать в полисах КАСКО безальтернативную форму возмещения, как натуральную. То есть, если раньше у нас закон гласил о том, что страховое возмещение — это прежде всего деньги, а потом уже по договоренности с страховой компанией это может быть и ремонт. То есть, даже если в страховом полисе был указан только ремонт, это все было оспоримо. То есть, сейчас страховые компании могут указывать только натуральную форму возмещения. По большому счету, конечно, это серьезный удар по мошенникам. Потому что мошенники, как правило, получают именно деньгами, а не натуральную форму возмещения. Но тут надо учесть тот момент, что это опять же реакция страховых компаний на действие закона о защите прав потребителей. Потому что по этому закону, если страховая компания не исполняет свои обязательства, суд вправе взыскать 50% от страховой выплаты. Это, естественно, достаточно серьезно дисциплинировало многих недобросовестных страховщиков и заставило их по-другому относиться к урегулированию убытков. Конечно, они потом приспособились, научились оттягивать, научились платить за несколько дней перед последним заседанием, дабы избежать такой штраф. Но, тем не менее, если мы говорим про ситуацию, которая была до этих изменений, то человек, который чувствует, что регулирование убытка идет медленно, машина стоит, ничего не происходит, он всегда мог сделать независимую экспертизу, подготовить пакет документов, подать страховую компанию, сказать, вот пакет документов, у вас по правилам 30 дней на выплату, я жду 30 дней, если выплаты не будет, я иду в суд. То в ситуации, когда у нас есть только натуральная форма возмещения, такой возможности у людей уже нет, потому что у нас нигде не прописан срок ремонта. Идут согласования, идут согласования, мы заказали детали, сколько эти согласования будут идти, направление страховая компания выдала, выдала, все, она уже формально свои обязательства исполнила. Но закон о защите прав потребителей регламентирует разумные сроки? 45 дней, да, он регламентирует, но как это будет применимо в данном случае, мы еще пока не знаем, то есть практики такой нет. Предположим, у нас какой-то сложный ремонт. Сначала у нас 45 дней идут согласования, потом заказывают какую-то одну деталь. Но закон о защите прав потребителей не оговаривает, что срок может быть бесконечен? Это точно. В законе о защите прав потребителей прописан этот срок. Но тем не менее, ремонт бывает разной сложности, и здесь есть уже вариация. Ремонт всегда сложный. Вот не бывает так, чтобы ремонт, особенно по жестянке, вдруг почему-то был простым. Даже царапина, это сложно, особенно по хорошим современным технологиям. И тут еще стоит учесть такой момент, что это большая проблема для людей, которые покупают машину в кредит. Если раньше человек, который купил машину в кредит, он всегда мог погасить этот кредит. Если у него ремонт затягивается, ведь люди, которые берут машину в кредит, они часто ее используют для рабочих целей, или там у них есть необходимость детей возить. Вообще пользуются ей. Вообще пользуются, да. А если раньше они могли погасить кредит, разбитую машину продать, получить возмещение деньгами со страховой компанией, то сейчас они обязаны ждать до окончания ремонта, который может у нас длиться очень-очень долго. Страховые компании очень не любят, когда кто-то становится более талантливым мошенником, чем они сами. Именно поэтому они попытались исключить из этой схемы тех, кто пытается получить наличные деньги, то есть заработать, хотя сами, по большому счету, идут с тезей именно мошенничества. Ведь получается, что, например, новая машина, которая находится на гарантии, она должна быть в обязательном порядке отдана на ремонт к официальному дилеру, в том числе потому, что официальный дилер гарантирует заводские технологии, качество и так далее. А сколько мы знаем примеров, когда сам дилер эту же машину, полученную именно в качестве страхового ресурса, отправлял к дяде Васе в гараж. Аутсорсер, да. Да, и что мог с этим делать Клин? Ничего, он только вдруг из полицейской хроники узнавал, что его машина вдруг на эвакуаторе засветилась где-то там, когда ее везли в соседний колхоз. Ну или просто разбилась где-то. Да, и страховая компания в данном случае делает вид, что она не при делах, и дилер не при делах, и человеку искренне пытались оказать в рамках страхового договора услугу. И он как был беззащитен перед этой коллизией, так и остается. Я здесь единственное, что должен посоветовать в данном случае, если у вас есть такой полис на руках, где прописана только натуральная форма возмещения, вы передали машину в сервис, и проходит несколько дней, и ничего не происходит, вы звоните, вам говорят, что у нас идут согласования. Не поленитесь, заедите на этот сервис, посмотрите на свою машину, если у вас автомобиль стоит в сугробе, ничего не изменилось. Напишите, пожалуйста, претензию. Куда? Прямо на этот сервис. Прошу объяснить, почему до сих пор не приступили к ремонту. Ну, все что угодно. Сроки ответа? От руки. А это неважно. Если они приняли вас в канцелярии, зарегистрировали, у вас есть номер, у вас есть копия на руках, то в следующий раз, когда вы приедете, через какое-то время, напишите второй, у вас уже будет фактура для суда. Лучше это сделать раньше, чем позже. Конечно. А фактура для суда, как будет формулироваться исковой требование? Вам нужно, чтобы вы написали это заявление, через 45 дней по действию закона о защите прав потребителей вы уже сможете пойти обратиться в суд, что ваши права нарушены. Вот вы написали... Первого числа, а пятнадцатого следующего месяца машина недвижима живет в сугробе. Поэтому уже можно требовать что? Подсказку дайте слушать. Можно требовать возмещения по калькуляции. Отправленной точкой для... Тут уже зависит от вас, что вы хотите. Видите, если, конечно, самый простой способ, это перевести машину на другой сервис, отремонтировать ее и предоставить фактические расходы. Самому? Конечно. Уже в данном случае страховой компании? Если вас не устраивает... Да, конечно. Если вас не устраивает сервис того сервиса... Техстанции. Прошу прощения, техстанций, куда вас направила страховая компания, вы можете перевести в любую другую. В праве. В праве. А страховая компания скажет, что нет, у меня договор только вот с Васей, а вы хотите к Пете. А тем не менее, у меня вот есть уже претензии, которые я написал 45 дней назад, вы нарушили мое обязательство, поэтому я вот отвез туда, вот фактические расходы. Будьте любезны, оплатите. А если никто никуда машину не увез, то тем не менее, фактические расходы, то компенсация может... Калькуляция может исходить из чего? Например, человек хочет просто денег за то, что у него машина так долго не в работе. Понимаете, в чем дело? Тут, когда машина серьезно повреждена, особенно дорогая, многие люди вообще не хотят ее ремонтировать. Мы с вами прекрасно понимаем, что ремонт, это вещь весьма-весьма неприятная и практически никогда не бывает... Сто процентов восстановления. Сто процентное восстановление, да. Поэтому в ряде случаев человеку проще закрыть вопрос сейчас, продать машину поврежденной, получить компенсацию от страховой компании, забыть об этом, пойти и купить новую машину. Тем более, что оттаталить ее... Они вправе не таталить до 70 процентов. Страховые компании сейчас, как правило, списывают машины по более раннему процентному соотношению, ближе к 50, как правило. Давно ли это? Вы знаете, ситуация меняется. Вот сейчас я поймал себя на мысли, что, наверное, сейчас опять этот порог повысился, потому что у нас сейчас суммы страховые, они отличаются от рыночной стоимости весьма и весьма существенно. Если посмотреть, отмотать три года назад, то три года назад рыночная стоимость, она приближалась к страховой стоимости по обычным рядовым маркам, таким автомобилям, как Mazda, Toyota, потому что автомобиль не сильно дешевел после того, как выезжал из салона. Сейчас у нас ситуация кризисная, у нас автомобили не продаются, и автомобиль, который куплен новый, он дешевеет моментально, независимо, это лакшери или это обычный автомобиль, Toyota, Mercedes, не суть важна. Выехал из салона, тут же подешевел. Поэтому страховщики, они смотрят на экономическую целесообразность, и из-за этого часто бывает очень долгое урегулирование убытков. Когда автомобиль приезжает на сервис, они изначально пишут заниженный лимит. Заниженный лимит. Лимит — это та сумма, превышая которую автомобиль списывается в тотал. Они занижают этот лимит от правил и проценивают автомобиль, и смотрят, что им выгоднее — восстановить этот автомобиль или продать его в поврежденном виде каким-то своим партнерам. И уже в зависимости от экономической целесообразности они принимают решения. Зачастую. Не все, конечно. И здесь возникает еще один интересный сценарий, потому что у некоторых брендов существует требование, которое распространяется на весь земной шар, кроме России, о списании в тоталь при определенных повреждениях вне зависимости от количества этого ущерба. Например, на Volvo попадание другого автомобиля в центральную стойку, понятно, что кузов можно вытянуть. А Volvo считает, что тянуть нельзя, потому что будет нарушена целостность кузова, воссоздать ее на заводском уровне не получится, и мы дорожим клиентам. Если, не дай бог, ему опять в правый борт кто-то въедет, оно уже не так сложится, он может пострадать сильнее. Поэтому, с точки зрения страховой компании, да там ущерба процентов 30, не больше. А с точки зрения Volvo, все, на этом нельзя ездить. Здесь возникает противоречие, которое человек должен урегулировать тоже в суде, опираясь на внутреннюю документацию фирмы, которая судом может быть не принята во внимание к рассмотрению. Тут многое еще зависит от страховых компаний, как они смотрят на эту ситуацию. Конечно, у всех производителей свои регламенты, и действительно, что есть такие случаи, когда страховые компании на этот регламент не реагируют. Допустим, если у автомобиля повреждена ходовая, то по регламенту многих заводов-производителей нужно обязательно менять рулевую рейку. Страховые компании часто это не делают. И что делает клиент в этой связи? Ну, клиент чаще всего об этом не знает. А если въедливый? Если въедливый, идет суд. С тем, чтобы заставить страховую компанию исполнить регламент производителя? Конечно. И есть прецеденты, когда удовлетворяют? В основном, да. Но для этого он должен как-то добыть внутреннюю документацию производителя? Дилер, как правило, идет на встречу с своим клиентом и дает. Ну, не все, но с другой стороны, ему, конечно, выгоднее поставить новую рейку. Для него же это тоже деньги. Перерыв на новости. Максим Ханжин, президент Ассоциации по защите прав автострахователей, то есть нас с вами. Итого, получается, что у нас есть определенное законодательство, которое будет улучшаться либо ухудшаться. РСА, частная лавочка, пытается сейчас модерировать единую методику оценки ущерба. У нас с 1 января вступили новые правила, по которым мы потихонечку играемся в каско. И в целом клиент, тем не менее, с одной стороны, обязан очень хорошо разбираться в юридических аспектах, потому что у него нет оснований доверять своей страховой компании, он должен ее постоянно контролировать. Он должен постоянно разбираться в том, как выглядит официальная и неофициальная дилерская сеть, чтобы ориентироваться в нормочасах, в требованиях завода-изготовителя. И он должен четко понимать, что за него не играет никто на страховом рынке. Потому что страховой компании, которая тебя нежно возьмет в свои объятия, как это бывает в Европе, и подскажет правильные ходы, на моем веку, например, не была, а на вашем. Я все-таки подчеркиваю, что я считаю, что не все страховые компании одинаковые. Есть достаточно клиента-ориентированные компании, есть откровенные мошенники на рынке, которые, к счастью, уходят с рынка. Какие места приходят новые мошенники? К сожалению, да. К сожалению, да. Это действительно так. Там, где есть деньги, там всегда возникает соблазн загрязти в свою пользу побольше. При том, что наше государство, играя опять-таки не на нашей стороне, но вот, к примеру, мы говорили о том, что Лексутов предлагает взять и использовать московские видеокамеры для решения, в том числе и в нашу пользу. Видеокамера беспристрастна. Хотя бывает, когда на Ленинском проспекте какой-нибудь Лукоиловец старанит Ситроэн, то почему-то все 10 камер ослепли, ну и ни одна из них не сохранила свою запись. Поэтому есть основания полагать, что когда какой-нибудь депутат поедет на своем Майбахе и задавит бабушку, камеры тоже не помогут никому. Но у нас государство, в том числе, определило в качестве большого подарка предел возмещения ущерба здоровья по ОСАГО. 400 тысяч. 400 тысяч по технике и 500 тысяч по здоровью. А почему? Почему полмиллиона стоит здоровье? Почему оно не беспредельно? Почему у него должен быть лимит? У ОСАГО есть свои деньги, которые оно в качестве процента отобрало у страховых компаний для того, чтобы решать в случае банкротства какие-то вопросы. А почему у людей должно быть по здоровью ограничение суммы выплаты? Почему здоровье не может стоить больше, чем полмиллиона? Это правила игры, навязанное нам государством. Почему по машине, по ОСАГО возмещение ущерба 400 тысяч, а не 450, а не 500, а не 700? А если у нас сейчас Солярис стоит 600 тысяч, то 400 тысяч это что? Исходя из тех расценок, которые применяются по ОСАГО, у нас за спиной между страховой компанией и официальным дилером, 600 тысяч это не новая машина, и 400 тысяч это как раз подчинить. И получается, что мы стоим в ситуации, когда и государство враг, и страховая компания враг, и дилер не друг. Ну вообще мы странное мнение слышали в экспертном совете, например, такое, что ну а что говорить о новых машинах, почему мы их должны считать вот так? Они же все застрахованы по каске, соответственно человек уже защищен. Я вот абсолютно не уверен, что все новые машины у нас защищены по каске. Абсолютно не все. Понятно, что это говорит представитель одной из самых крупных в России страховых компаний, и он заинтересован в том, что все были застрахованы по каске. Это не Росгос Ужас случайно? Нет, это не Росгос Ужас, другая страховая компания. Достаточно клиент-ориентированная, но не суть. Мне все-таки кажется, что нашим страховщикам нужно научиться мыслить немножко на перспективу, в долгую, и не бояться дать больше своим клиентам. Максим Ханжин идеалист. Возможно, но... У них задача получить наши деньги. Сиюмоментно, к сожалению. Ведь я не против платить деньги страховой компании. Я считаю, что страховые компании — это коммерческие организации в большинстве своем. Они должны извлекать прибыль. Я не против, чтобы страховые компании ее извлекали. Им прибыль по ОСАГО предначертано законом. Не больше пяти. Пять процентов. Все. Какая прибыль, которую они должны извлекать? Она законом прописана. Тем не менее, люди должны получать за свои деньги возмещение. Обязаны, конечно. Обязаны получать. И страховые компании, если сейчас они немножко по-другому будут относиться к тому, что они делают, и посмотрят в перспективу, да, то, возможно, и люди по-другому отнесутся к повышению стоимости ОСАГО. Если страховые компании продолжат также сокращать расходы за счет своих клиентов, то никогда народ нормально не воспримет повышение цен. А если страховые компании будут платить достойно, не отправлять нас к серым дилерам, не навязывать нам неоригинальные детали, не будут развивать теневой бизнес, который не способствует уплате налогов и так далее, и так далее. Ведь про безопасность я уже вообще молчу. Максим, мы потихонечку подошли к страшной теме повышения стоимости полиса ОСАГО, но ни при каких обстоятельствах абсолютно никогда никакое повышение ни на что не будет одобрено, что называется, народу. Неважно на что. Даже если это будет, ну, с исключением, может быть, налога на Абрамовича, Чубайса и какого-нибудь Олег Первого. Вот если это будет персональный налог на них, да, подшумные аплодисменты собравшихся. Сколько бы раз страховые компании не подступались к теме необходимости повышения стоимости, полиса ОСАГО, столько раз они будут видеть в ответ либо ухмылку неодобрения, либо желание схватиться за вилы. Одобрения не будет никогда. Тем не менее, есть логика финансовая, есть актуарные расчеты, есть документы, которые могут подготовить страховщики и что-то обосновать. Это точно. Правда, пока они этого не делают, тем не менее. Нет никакого обоснования. И мы говорили о том, что повышение стоимости ОСАГО без единой методики, которая снимет все напряжение и снизит количество судов огромное, это как раз и может быть следующим шагом к нормальной оценке стоимости ОСАГО. Она вообще завышена или занижена, потому что пока у нас нет единого калькулятора, мы не можем посчитать, это дорого или это дешево. Вчера как раз не смогли посчитать. Вот вчера, да, мы с калькулятором не смогли разобраться. Калькулятор пришел, сделал выражение лица под названием «ну-ка, ну-ка, быстренько», и после того, как все не уложились в регламент, хлопнул дверь и ушел. Да, но обещал вернуться в среду. Посмотрим. Но у нас в чем еще проблема? Во-первых, изначально поле СОСАГО, стоимость базовая, была взята из самого надежного источника всех наших экономических обоснований, а именно с потолка. Потому что никто не может объяснить, откуда взяли. Сказали, ну, мы прикинули, что вот столько. Дальше появились повышающие коэффициенты. Откуда складываются повышающие коэффициенты? Они складываются в основном из неприбыльности, не убыточности, а неприбыльности страховых компаний. И не имеют никакого отношения, например, к тому, раньше придумана ОСАГО. Они не имеют никакой привязки к статистике ДТП. Если в этом регионе люди не попадают в аварию, их все равно могут наградить повышенным коэффициентом по ОСАГО, только потому, что страховая компания не добрала своих денег с них. Ну, гады, не бьются они, но их все равно мало не могут, они нас прокормить. То же самое, как с пенсионным фондом. Мы всей страной не можем скинуться на зарплату пенсионному фонду. Но не получается. Ну, собственно, у нас и сейчас ситуация с регионами и с коэффициентами по ОСАГО, она абсолютно не соответствует реальности. То есть, аварийные районы, где убыточность у страховых компаний очень высокая, там коэффициенты занижены. Наоборот, центральные районы, где убыточность не так высока, они завышены. Вот из-за этого масса страховых компаний из регионов уходит, да, сворачивает там бизнес. Да скатите дорогу. Да что, чтобы они все разорились. Да, но чтобы они все разорились, но тем не менее, людям-то полис купить негде. Так и не надо. Поэтому у нас сейчас и нет таких жестких мер со стороны мегарегуляторов, и никто страховщиков за такие нарушения, как отсутствие якобы полисов или навязывание услуг жестко не наказывает. Потому что страховщик, он не может закрыть отдел урегулирования убытков, но он может закрыть отдел продаж. И тогда в регионе будет коллапс. А ничего не будет? Тогда все будут нормально покупать за троечок подделку и спокойно кататься с этим, потому что это же справка для гаишника. А для того, чтобы мы друг с другом разобрались, мы возвращаемся благодаря политике страховых компаний к ситуации паяльника и братков на пороге. То, от чего мы и должны были уйти 10 лет тому назад, когда нам навязали ОСАГО. Нам ОСАГО сказали, это как раз способ не видеть на пороге ребят с паяльником. А мы опять к этому возвращаемся. Именно потому, что страховые компании нормально увидели в этом бизнес. Вот и все. У вас, кстати, есть свои предложения по тому, как должна быть написана единая методика, и должен ли повышаться, либо не повышаться поле ОСАГО в стоимости? Мы считаем, что однозначно нужно считать, износ нужно рассчитывать, если уж он у нас есть, да, износ нужно рассчитывать только от оригинальных деталей, считать нужно только по сертифицированным сервисам, потому что это прежде всего безопасность. По среднему, по высшему или по нижнему пределу сертифицированных целей? Допустим, в Германии, если взять, то там берется ближайший сервис, который находится от места жительства человека. И по нему уже считаются. Но там надо заметить, если мы говорим про Германию, там износа нет. А почему у немцев нет износа, а у нас есть? Ну, у нас, несмотря на то, что у нас правовые системы очень схожи, у нас какой-то опять свой путь получается, да. Да. Вот. И если говорить про лимит, то в Германии он колоссален. Практически беспределен. Беспределен. По ущербу здоровья там нет предела? Нет предела. Ну, там 100 миллионов лимит на случай какой-то, что автомобиль будет причиной стихийного бедствия какого-то. Допустим, бензовоз свалится в реку или подобная ситуация. Или взорвется весь город. Не дай бог, конечно. То есть вы предлагаете посмотреть в том числе германский опыт? Не только германский. Вообще посмотреть опыт. Почему мы делаем что-то, то что отличается? Зачем придумывать велосипед? Мы хотим украсть, а у немцев не получается. Поэтому мы изобретаем велосипед. Изобретая велосипед, есть шанс немножечко погреть руки на патентном праве. Ну, у нас на самом деле, я считаю, что то время, пока у нас не действовал, не было штраф по действию закона о защите прав потребителей и не обратили внимания на единую методику, у нас страховые компании достаточно на САГС заработали. Да. Поэтому пора эту ситуацию уже менять. У вас есть шанс быть услышанным? Надеюсь, что да. Посмотрим в среду. После этого мы обязательно встретимся и поговорим. Максим Ханжин, спасибо. Спасибо.